Слово для доклада с очень интересным названием Размышления после прочтения работы Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» предоставляется Виктору Ивановичу Галко, кандидату экономических наук, ректору университета рабочих корреспондентов фонда Рабочей Академии. Работа «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» была написана в сентябре 1917 года. Это тот период, когда Россия непосредственно столкнулась с угрозой экономической катастрофы, голода, расстройства всех сторон общественной жизни. И в этих условиях Ленин отмечает, что между тем достаточно очень простого внимания и размышления, чтобы осознать, что меры борьбы с экономической катастрофой ясны, вполне понятны и легко реализуемы. Ленин анализирует и дает комплекс этих мер, начиная от объединения банков в один банк и кончая введением прогрессивного подоходного налога. Но суть их сводится к очень простому. Это регулирование, учет и контроль со стороны государства, причем буржуазного государства. Но эти меры не делаются. Почему? Ленин дает ответ. Да потому что правительство не хочет затронуть и горстки прибыли капиталистов и помещиков. Значит, вот эти мысли были высказаны Лениным чуть более ста лет назад. Но ведь они, я соглашусь с ранее выступавшими докладчиками, актуальны сегодня. Ведь у нас капитализм. И постоянно что-то мешает. Постоянно говорят то кризис, то санкции. Так позвольте, а иначе и быть не может. Отсюда появляются некоторые мысли у представителей правящего класса. А давайте вот пойдем на поклон к Западу. Пускай нам привезут инвестиции и все наладится. Да не будет никаких инвестиций. Не надо строить иллюзии, что Западу, Америке, нужен сильный конкурент капиталистический. Да им нужен источник дешевых ресурсов. А между тем и внутри страны, нашей страны, капиталистической, есть громадные источники развития. Они, повторяю слова Ленина, просты, ясны. Они лежат на поверхности. Здесь не нужно быть всем пядей во лбу. Не нужно здесь познание каких-то глубин экономической теории. Их понимает достаточно любой здравомыслящий, повторю, здравомыслящий или вменяемый капиталист. Приведу несколько примеров. Ну, чтобы производство продолжалось, что нужно делать? Нужно постоянно возобновлять потребленные в процессе производства средства производства с одной стороны и с другой стороны рабочую силу. Существуют механизмы, которые обеспечивают этот процесс. Скажем, средства производства через амортизацию. То есть капиталисты включают необходимые средства на амортизацию, цену производства, и зачем получают эти деньги? В результате продажи продукции, получения выручки. И по идее они должны отложить их в специальные амортизационные фонды. Ну, если вы обратитесь к Федеральной службе государственной статистики, к Росстату, он дает следующие цифры. За 10 лет, ну, это большой срок, это тот срок, когда должна обновляться техника. Через руки российских капиталистов прошло 35 триллионов рублей амортизационных средств. Но это только простое воспроизводство. Ведь страна должна развиваться... 35 миллионов? Триллионов. Триллионов. Весью это триллионах, уже не миллиарды, естественно, не миллионы. Триллионы рублей. За 10 лет. За 10 лет, да. За 25 лет еще больше. Но это только простое воспроизводство. Ведь страна должна развиваться. Также развитие капиталистическое механизмы известны. Он называется накопление капитала. То есть часть прибыли, которую получают российские капиталисты, они должны использовать на расширение производства. То есть на приобретение добавочного капитала и необходимой добавочной рабочей силы. Опять, если обратимся к данным Росстата, они дают следующие цифры. За те же 10 лет. Через руки капиталистов прошло чистой прибыли за вычетом всех налогов. 75 триллионов рублей. Но будем считать, что они должны... У них большие потребности. Нечита нашим. Нужно покупать самолеты, яхты, боксин. Но поскольку мы находимся в положении догоняющей страны, то на накопление нужно направлять не сейчас 20%, как везде, так и будем постоянно находиться сзади, а как минимум 50%. Так вот, порядка 35 триллионов рублей надо было отправлять на накопление. Значит, 35 триллионов рублей средств амортизационных фондов, 35 триллионов прибыли, получается 70 триллионов рублей за 10 лет. Огромные средства. По факту направлено меньше половины. Вопрос. А куда делись остальные? Может быть, вот зря я здесь напрасенную возложу. Может быть, они выжидают где-то, где-то накопили, ждут удобного момента, чтобы вложить в производство. Но давайте обратимся к данным другого органа Центрального банка. На 1 января этого года все средства на всех счетах, всех средств юридических лиц предприятий, организаций находилось 22 триллиона рублей. Причем это все средства, предназначенные на выплату заработной платы, на оборотные средства, а не только амортизация и накопление. Значит, этих средств уже нет. Где они? Ну, я думаю, каждый из вас догадывается, куда идет поток этих денежных средств. Идет прямым ходом в центры концентрации прибыли российских капиталистов, в офшоры. Тоже Центральный банк дает следующую статистику. За 10 лет чистый вывоз капитала, чистый, то есть это уже за учетом того, что приходит сюда, составил порядка 560 миллиардов долларов. Ну, возьмите калькулятор, посчитайте на курс. Получается искомый 30 триллионов рублей. И этот процесс идет постоянно. Ну, вот совсем недавно, в начале года, здесь средства массовой информации начали, так сказать, победоносно говорить. Капитал российский стал возвращаться назад. Там 100 миллионов вернулось, там 200 миллионов. А тот же Центральный банк, так сказать, скромненько говорит. За январь этого года, опять-таки, туда ушло 7, более 7 миллиардов долларов. Это опять очередной антирекорд. Ну, здесь можно дальше приводить, так сказать, примеры. Смысл в чем? Что те люди, которые получили собственность приватизации, в ходе приватизации, так сказать, всенародные, так сказать, средства производства, которые стали называться капиталистами российскими, эти функцию капиталистов не выполняют. Ну, ведь функция капиталистов какая? Капиталы что? Самозрастающая стоимость. Так, пожалуйста, развивай ее. А у нас происходит обратное. Происходит нещадная эксплуатация, с одной стороны, средств производства, с другой стороны, рабочей силы. Вот возьмем вторую эту сторону. Средняя заработная плата рабочих. На сегодняшний день 26 300 рублей. Ну, давайте представим. Вот семья рабочего. Жена сидит у нее с контролем, трое детей. В семье должно быть не менее трех детей, иначе, так сказать, вымрем все. А прожиточный минимум 10 тысяч. Значит, 26 тысяч делен на пятерых, сколько получается? Не хватает половины прожиточного минимума. А это что означает прожиточный минимум? А то, что прямой путь, извините, на кладбище. И этот процесс вымирания в стране идет. Очень неприятный, неудобный момент для нашей власти, который всячески стараются обойти. Это продолжение вымирания населения за 25 лет. Вот как вот это сделать? Вот даже придумали в статистике особый показатель для России. Сверхсмертность. Вот во всех странах, в Англии смертность, в Германии смертность, в Америке смертность, а в России смертность, еще сверхсмертность. Если вы откроете тот же российский статистический ежегодник, возьмете калькулятор, посчитаете, за 25 лет капитализма в России эта сверхсмертность составила почти 12 миллионов человек. И совершенно понятно, что среди этих людей, не представители правящего класса, это прежде всего рабочее население России. И этот процесс не остановлен, он продолжается. То есть вот этот список мер, ну, ввиду, так сказать, ограниченного количества времени, я, естественно, не могу подробно говорить, но об этом говорил Борис Николаевич со Сталином. Он включает в себя, конечно, введение прогрессивного подоходного налога, поддержание нормы накопления на уровне не менее 50%, введение определенных мер экономических, административных, вплоть до уголовных, по соблюдению. Возникает следующий вопрос. Может возникнуть, во всяком случае. И есть такая точка зрения, она бытует у нас, которую можно охарактеризовать словами, чем хуже, тем лучше. А чего это мы здесь радеем за наших российских капиталистов? Допускай они все разрушают. Вот тогда, мол, народ поднимется и совершит революцию. Наверное, такого не будет. Ведь вспомним истины марсистские. Единственной материальной силой, способной совершить переворот в буржуазном обществе является рабочий класс. Понятно, есть много факторов, много условий, объективных и субъективных. Но как минимум для начала этот рабочий класс должен быть. А если производства уничтожаются, разрушается наше производство, рабочий класс продолжает вымирать. Но обращаясь к работе Ленина, видимо, и в его времена были критики, которые говорили, что это, мол, так, рекомендуешь буржуазному правительству, как лучше восстановить нашу экономику. Что отвечает Владимир Ильич? Я хочу закончить мыслю Владимира Ильича Ленина. Да, эти предлагаемые меры реализуемы в рамках буржуазного строя. Но это громадные шаги к социализму. Ибо объективный ход развития таков, что от монополии вперед идти нельзя, не идя к социализму. Социализм теперь смотрит на нас через все окна современного капитализма. Социализм вырисовывается непосредственно практически из каждой крупной меры, составляющей шаг вперед на базе этого новейшего капитализма. То есть то, что говорил Ленин и писал сто лет назад, сегодня актуально как никогда. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.